Я полностью поддерживаю своих ранее уступавших лиц и подробно сегодня я хочу остановиться над квалификацией действий, которая дана Брисковым органом предварительного следствия. Почему? Потому что при всех прочих обстоятельствах, я думаю, что это единственная причина, по которой он до сегодняшнего дня содержится под стражей. 1 ноября прошедшего года Брисковым предъявлено мнение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации с отражением постановления привлечения качества гоняемого следующих признаков. Что он совершил действия в пользу представляемых лиц за общее покровительство по службе с вымогательством взятки и в особо крупном размере. Я полагаю, что перечисленные признаки получения взятки действия Брисковым отсутствуют по следующим основаниям. Начнем с того, что решением избирательной комиссии Красноярского края 30 сентября 2016 года установлено избирание Брисковым депутатом Законодательного собрания Красноярского края 3-го созыва до 2016-2021 годов по Солнечному 1-м адаптному избирательному округу номер 6. Согласно постановлению Законодательного собрания нашего края 6 октября 2016 года номер 8-б, Брисков входил в состав комиссии по бюджету, экономической политике, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Тогда как постановлением Законодательного собрания края номер 6-б, той же даты, вопрос дорожного хозяйства и транспорта относился к ведению Комитета по промышленной политике, транспорту и связи. В обеих данных постановлений представляю суду. Помимо двух названных моих постановлений, полномочия Брискова как депутата Законодательного собрания устанавливались федеральным законом номер 184 в завет 6 октября 1999 года и уставом Красноярского края с законом Красноярского края по статусе депутата Законодательного собрания. А также полномочия в отношении должностных лиц органов госвластия Красноярского края, компетенцию которой входило в принятие решений в опроте самодеятельности данного предприятия. Полагаю, что выводы постановления 1-го на 1-е для включения качества обвиняемого являются ошибочными, поскольку противоречат фактически имевшимся в Брисково правам депутата. В служебные полномочия Брискова не входила возможность выполнения действий, которые имел право или обязанность совершать в пределах служебной компетенции по назначению и освобождению должностей работников предприятия края ДЭО, в том числе и его руководителей. В занимаемой Брисковой должности отсутствовала реальная возможность влияния на других должностных лиц в целях совершения неуказанных действий. По этим же причинам Брисков не мог совершать общее покровительство по службе руководителям данного предприятия, то есть совершать действия в их пользу, являясь представителем власти Брисков не мог. Между Толоконским, состоящим должностью губернатора Красноярского края, поэтому являвшимся должностным лицом, в компетенцию которого входило принимать кадровые решения в отношении руководителей края ДЭО и Глескова, сложились неприязненные отношения, вызванные критикой работы губернатора, что дополнительно исключает возможность личного влияния Глескова на принимаемое Толоконским решением. Помимо прочего, сведения, изложенных в показаниях Юсубова и Старо Глескова о том, что Глесков критиковал работу руководства предприятия на совещаниях при губернаторе края, являются ложными, так как облегаются сведения, полученные по адвокатскому запросу о том, что в период с 30 сентября 2016 года по 1 июля 2017 года в совещаниях при губернаторе Красноярского края по вопросам деятельности государственного предприятия КРЭДЭО не проводились, протоколы не оформлялись. Кроме того, из полученных от Законодательного собрания Красноярского края на основании бакатского запроса, сведения исследуют, что на совещаниях комитетов по бюджету, экономической политике, по строительству и жилищно-командальному хозяйству Законсобрания третьего созыва, проведенных в тот же период времени, аналогичные вопросы также не рассматривались. Вложность в показания свидетеля КРЭДО подтверждается также сведением Законодательного собрания Красноярского края, что в период с 30 сентября 2016 года 1 июля 2017 года депутатами Законодательного собрания обращения, предметом которых являлась деятельность госпредприятия КРЭДЭО, не рассматривались, тогда как в своих показаниях КРЭДО и услугов утверждают обратное. Далее, вымогательство взятки характеризуется требованием дать взятку сопряженным с угрозами совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам лица, либо созданием условий, при которых лицо вынуждено передать взятку в целях предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. Согласно тексту постановления о привлечении в качестве дня Углескова, вымогательство взятки состояло в угрозе продолжения распространения негативной информации о деятельности руководителей госпредприятия КРЭДО в средствах массовой информации в случае отказа в передаче денежных средств, следствием чего явится их увольнение. Допрошенный в качестве деятеля по углу делу Углескова показал, что Тинтов высказал ему требование о передаче 5 миллионов рублей от него, а также от Старовойтова, состоящего в должности генерального директора имена Хметова, работавшего на предприятии исполнительным директором, для прекращения распространения негативной информации в их работе через средства массовой информации, включая сеть интернет, а также в ходе заседаний комиссии Законодательного собрания Красноярского края и на совещании с губернатором Красноярского края Толоконским. Данное требование Усубовым доведено до Старовойтова, где-то от которой от передачи денежных средств отказались, поэтому Усубов самостоятельно решил дать ТИТОУ 1 миллион из личных сбережений. Данное обстоятельство подтвердили свидетель Старовойтов. Таким образом, из показаний до прошлого качества свидетелей Усубова и Старовойтова следует, что мысль на передачу 1 миллиона рублей ТИТОУ сформировался у Усубова самостоятельно, без принуждения к этому, при наличии реальной возможности избежать передачи денежных средств, как это сделано Старовойтовым и нахметом, так как они осознавали, что совершить действия, которые могут причинить вредных законам интересов, полномочия ни Титова, ни Грискова не входят. После передачи 1 млн. рублей, Юсубов продолжил работать с занимаемой им должности, имея значительное время для дачи дополнительных 4 млн. Титову, то есть ни Титов, ни Грисков, не могли создать условия, при которых Юсубов вынужденно передал взятку им в целях предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. По этим же причинам утверждения постановления 1 ноября прошедшего года об получении взятки Юсубов в грубном размере, то есть превышающим сумму 1 млн. рублей, является надуманным. Из показаний Юсубова следует, что намерение отдать Титову любые суммы 5 млн. рублей или другую сумму, превышающую 1 млн. рублей, не имел. Мер к этому не принимал. Из показаний Титова и Юсубова также следует, что до требования Титова о передаче 5 млн. рублей, Юсубов самостоятельно выяснял у Титову, какую помощь надо оказать в целях установления между ними доверительных отношений. Этот факт дополнительно подтверждает отсутствие вымогательства. Какой вред законным интересам Юсубова, либо какие вредные последствия для его интересов могут причинить близков из постановления 1 ноября 2023 года непонятно. Для исследований уголовного дела не установлено ни одной публикации в средствах массовой информации и сети интернет, совершенной близковым, либо по его указанию, в которой бы содержалась информация, составляющая риск увольнения Юсубова в занимаемой должности, равно как и не имелось средств массовой информации учредителям или работникам, которым являлся близком. Депутатский мандат Законодательного собрания Красноярского края полномочиями прокурорству какими-либо средствами массовой информации не наделяет. Законодательное собрание Красноярского края третьего созыва учредителям средств массовой информации не являлось. Прошу суд приобщить подтверждающие документы. Кроме того, как и в прошлый раз, в этот раз хочу акцентировать внимание на документы, которые составляют сотрудники Федеральной службы безопасности. Данные документы поименованы справками меморандовыми о результатах оперативно-расходительности, подтверждающей наличие оснований для содержания подстраживания. Справки, датированные 17 декабря 2023 года, на первополномоченных вложников указывают на совершение близкого любого получения взятки от руководства сибирской генерирующей компании, по месту нахождения которой следовательно проведен обыск. Одновременно, вложников обещал, что материал, достаточный для возрождения уголовного дела, представит следователь не позднее декабря 2023 года. Этой справкой обосновывалось прежнее пройдение срока содержания подстражей. До сегодняшнего дня рапорты на обнаружение въезда любезного новых преступлений не зарегистрированы. Соответственно, уголовные дела не возбуждались. Сейчас, в своей справке, представленной сегодня суду от 23 января 2024 года, вложников снова утверждают, что проводится комплекс оперативно-ростных мероприятий, направленных на документирование действий Бескова и иных аналогичных преступлений. Понятно, что данная информация в совокупности с утверждением первополномоченного о том, что Бесков написал заявление о выдаче заграничного паспорта, который не получен, поэтому может скрыться за пределами России с неполученным паспортом, лишена логики и здравого смысла. Никакой оперативной информации о других преступлениях и о намерении скрыться в Бескове от следствия оперативных подразделений не имелось и не имеется на сегодняшний день. Полагаю, что ходатайство следователя не опосновано и Бесков подлежит освобождению из-под стражи. Документы, которые...